Итак, на прошлой неделе я выложил ролик, в котором осветил три главных идеи атомных привычек, которые написал Джеймс Клир. Это случайный позор на седую голову доктора Сьюза. Больше никаких паршивых рифм в этом ролике. Но, как я уже говорил в прошлом ролике, это одна из лучших книг по саморазвитию из всех, что я когда-либо читал. Но в то время как прошлое видео больше объясняет стратегию формирования привычек, оно не составляет полной картины, потому что любой, кто когда-либо изучал бизнес, скажет вам, что для успешного ведения дел нужно две вещи – стратегия и тактика. Стратегия – это фундаментально, как генерал рассматривает карту и строит большие планы, действительно закладывая фундамент. А тактики – это для солдата. Это решение, которым он прибегает, дабы ежедневно притворять в жизнь намеченную стратегию. И хотя ведение бизнеса и выстраивание привычек на ежедневной основе не совсем похоже, у них все же есть один характерный и ключевой компонент. В обоих нужны стратегия и тактики. И, к счастью, атомные привычки разбираются и с тактическими вопросами. По существу, Клир дает четыре правила, которые помогут привить себе привычки на долгий срок и придерживаться их, даже когда жизнь нанесет очередной неизбежный удар. Так что в сегодняшнем ролике мы рассмотрим эти четыре правила, и я поделюсь своими мыслями по каждому из них. И давайте начнем с правила номер один, которое гласит «Сделай все ясным». Для вас не должно быть каких-то белых пятен, когда дело доходит до формирования желаемой привычки. Где я буду это делать? Как я буду это делать? Если вы задаете себе эти вопросы, то вы буквально начинаете шагать не с той ноги. Одна из моих любимых цитат этой книги – «Вы не возвышаетесь до уровня вашей цели. Вы не спадаете до уровня ваших систем». И если в вашей системе не сформирована четкая картина того, какой должна быть привычка, то вы и не будете знать, что именно нужно делать. К примеру, я буду есть больше овощей. Это нечетко. Каким образом вы будете понимать, что сегодня вы эту цель выполнили? Одной мини-морковки будет достаточно? Что ж, если ваша система настроена настолько нечетко, или вы ставите себе настолько малую цель, то очень часто вы будете обнаруживать, что вы выполняете именно этот ничтожный минимум, съедая одну мини-морковку и говоря себе «Хэй, я питаюсь овощами». И это факт. В напряженные дни или в дни, когда вы ну очень-очень уставшие и без мотивации, то вы будете просто опускаться до минимальных требований, установленных вашей системой. И спустя время это может превратиться в самосаботаж. Потому что хоть вы технически и выполняете требования своей системы, но получаемые результаты настолько ничтожные, что вы не будете видеть ни капли прогресса. И вы буквально заглохнете на пути своего развития. Но вы можете легко это исправить, сделав цели кристально ясными, установив четкие требования, которые однозначно определят ваш минимум. И такой подход даст результаты. Вернемся к цели с овощами. Вместо того, чтобы говорить «я буду есть больше овощей», что вновь очень нечетко, попробуйте сказать что-то вроде «я буду съедать вот такую порцию овощей на ужин каждый день, кроме воскресенья, и картошка фри не в счет». Вообще не понимаю, кто может относить картошку фри к овощам. Но, эй, нужно учесть все нюансы, верно? Но вы видите, что с четкими и достойными минимальными требованиями намного сложнее обмануть себя самого в долгосрочной перспективе. И становится понятно, что нужно делать каждый день. А если вы хотите внести еще больше ясности, то хорошей идеей будет введение записи о поддержании и выполнении намеченной привычки. Другими словами, нужно завести трекер привычки. У нас, у людей, очень ненадежная память. Порой сложно вспомнить, что ты делал вчера, не говоря уж про какой-нибудь двухнедельный срок. Так что если у вас будут иметься строго зафиксированные прошлые достижения, вы всегда сможете взглянуть на них, дабы подчеркнуть мотивации, и в будущем придерживаться намеченного пути будет намного проще. Существует куча вариантов трекеров привычек. Если вы приверженец ручки и бумаги, то не так давно я снимал видео о так называемой системе Мартина, которую придумал мой товарищ Мартин, и которая пришлась по душе многим людям. Ссылка на этот ролик будет в описании. Но кроме этого существует сотни приложений трекеров. Хоббитика – мое любимое, поскольку она заимствует множество элементов из видеоигр, а геймдизайнеры к настоящему моменту на протяжении 40 лет изучают психологию, дабы выяснить, что именно мотивирует игроков продолжать игру. Поэтому можно взять эти открытия, интегрировать их в трекер привычек, и, по моему опыту, у людей будет намного больше мотивации и рвения к пользованию этим приложением. Конечно, вы также можете делать отметки в календаре и отмечать каждый день, в который вы придерживались привычки. Джерри Сайнфилд знаменит тем, что делал так с написанием шуток. И потому этот подход часто зовут эффектом Сайнфилда. Но что бы вы ни выбрали – календарь, приложение, систему Мартина, что угодно – простой трекинг ваших привычек будет каждый день давать вам четкое понимание того, что именно вам нужно делать. Но не всегда этого будет достаточно. Кристально ясная система нужна для того, чтобы вы точно делали, что должны. Но теперь поговорим о втором правиле из книги Клира – сделать это привлекательным. Идея в том, чтобы совместить привычку, которую вы стараетесь выстроить, это зачастую сложно, что требует самодисциплины, требует мотивации и силы воли. Совместить с чем-то, что вы уже любите делать. И это может быть особенно важным на ранних стадиях формирования привычки, когда, опять же, все держится на вашей силе воли, поскольку еще не выстроены крепкие нейронные связи, которые делают поведение автоматическим. Или, если по определению, формируют привычку. Приведу пример. Мой друг Мартин написал сценарий для этого видео. Ему, как и мне, не предписано любить писать. Особенно писать сценарии по нонфикшн-книгам по продуктивности. Но есть два места, в которых он все-таки сможет работать над письмом, изменив окружающее пространство. Первое – это дома. Он очистит стол, заварит чашку чая, поскольку он больше любит чай, и зажжет свечу. Таким образом, пространство дома будет более привлекательным в качестве пространства для письма. Лично мне такая необходимость куда-то ехать на машине не особо по душе. Но, хей, что работает для него, пусть работает на него, а что работает для вас, пусть работает на вас. Так что попробуйте поэкспериментировать с окружающим пространством, сделав его более располагающим для желаемой привычки. Также вы можете учредить, что я называю совет джедаев. Это мой нердовый термин для мастер-майнд-группы. Термин мастер-майнд-группы я не люблю, потому что его часто используют всякие фейковые гуру. Так что я выбрал совет джедаев. По сути, совет джедаев – это группа людей со схожими мыслями, у которых похожие уровни амбиций, которые договариваются созваниваться каждую или каждую две недели и поддерживать друг друга. Я участвовал в одном и том же совете джедаев с теми же четырьмя людьми на протяжении примерно четырех лет. Каждые две недели мы созванивались и рассказывали о том, кто что-то сделал за прошедший срок. Каждую неделю кто-то оказывался под прожектором, и ему нужно было словно совершить глубокое погружение в себя и рассказать о своих проблемах, трудностях, о том, чего он хочет добиться своим делом или своими целями. И мы все давали друг другу поддержку. В конце такой конференции каждый говорил, вот что я буду делать в следующие две недели. Не давайте мне спуску. По поводу друзей я заметил одну вещь. Зачастую друзья слишком близки, и для них загонять тебе иголки под ногти, лишь бы ты цели достиг, это слишком. Некоторые друзья может так и сделают, но большинство простит тебе твой уход с пути. И потому порой тебе нужен кто-то, с кем вы на вытянутой руке. Он печется о тебе, но печется таким образом, что реально достанет те самые иголки и спросит, почему ты не делаешь то, что намеревался делать. Ты знаешь, что они не примут твоих оправданий. Так что будет очень полезно собрать вот такую группу. Но контроля, который вам обеспечат эти люди, может быть недостаточно, дабы преодолеть все трудности, с которыми сопряжено долгосрочное выстраивание привычки. И поэтому есть нужда найти способ ликвидировать эти трудности. Другими словами, сделать все простым. Главное, к чему мы стремимся в этом правиле, это нивелировать разного рода неудобства в процессе формирования привычки настолько, насколько это возможно. Например, возьмем, скажем, гитары. У меня уходит 2 секунды на то, чтобы подойти и взять гитару со стойки. Но когда я покупал свою первую в Колорадо, мне там постоянно говорили одно и то же. Ты живешь в Колорадо, здесь очень сухой климат, поэтому тебе нужно купить кейс и хранить гитару в нем всегда, когда можешь. И еще тебе нужно купить устройство для увлажнения гитары и заправлять его дистиллированной водой каждые два дня. В противном случае, спустя время гитара рассохнется и грош ей будет цена. И я понимал, что они говорили, и они были правы. Но вот в чем дело, первое время после покупки своей первой гитары и все в том же Колорадо, я прилежно следовал этому правилу. В результате я почти что на ней не играл, потому что она лежала закрытой в кейсе, и у меня уходило секунд 20-25 секунд, чтобы дойти до этого кейса. Открыть его, достать из-под струн этот дебильный увлажнитель и только потом усесться играть. А сейчас я сказал себе, знаешь что, меня не волнует, что со временем гитара рассохнется, уже через 40 лет я куплю новую, раз моя превратится в труху. Но в обмен на эту жертву, благодаря хранению гитары на стойках и готовым к использованию, когда бы у меня не появилось настроение, я играю намного чаще. И в результате я наблюдаю намного более интенсивный рост своих навыков. И забавно в этом всем то, что мне даже не нужно работать над ясностью системы для этой цели. Я не должен заявлять, что буду практиковаться в игре на гитаре, и не должен вырабатывать паттерн, посвящая этому 20 минут в день. Все просто. Я люблю играть на гитаре. Это то, что требует усилий, но благодаря тому, что гитара прямо под рукой, наверху, я или же в студии, когда бы у меня не выдалась свободная минута, я за нее берусь. И в половине случаев, как я ее беру, заканчивается все тем, что получается нечто, что я бы хотел серьезно записать, так что упростите все. Устраните все неудобства, которые существуют в процессе выработки желаемой привычки. Другой способ сделать привычку проще – начать двигаться маленькими шажками. Или другими словами, установить минимум, по крайней мере, в начале, который вы точно знаете, что сможете выполнять каждый день. Даже если что-то из ряда вон выходящее происходит, даже если жизнь бьет вас по лбу. Вот пример. И Мартин добавил это в сценарий, думаю, чтобы побесить меня. Но все же. Если вы пытаетесь медитировать, и если вы устанавливаете себе цель внепременные 10 минут в день, то может оказаться, что ваш разум просто не готов к 10 минутам медитации. Мой разум не готов даже к 30 секундам медитации. Это просто не для меня. Но если вы взялись за привычку к медитации, то может быть полезно для начала установить цель в 2 минуты? Две минуты – это то, что вы без сомнений сможете делать каждый день. Вы, скорее всего, медитируете эти 2 минуты, пока стоите в очереди на кассе в супермаркете. И если вы сможете приучить свой мозг к 2-х минутному состоянию покоя, то вы сможете постепенно работать над собой, дойти до 3-х минут, 5-ти, 10-ти, получаса, любого уровня. Я также обнаружил, что это работает с письмом. Когда я писал свою книгу «10 шагов к потрясающим оценкам», я установил себе минимальную цель в 500 слов в день. Потому что я знал, что если мне придется, я могу написать эти 500 слов, сидя в туалете. Они могут быть не высшей пробы, но я их напишу. И в некоторые дни я обнаруживал, что уходил дальше цели в 500 слов. В некоторые дни я мог написать 3000 слов, но я знал, что если я поставлю цель 3000 слов в день, то во многие дни я не сделаю ничего. Поэтому установите цель под маленькие шажки и не волнуйтесь о том, какие результаты у вас сейчас, если вы выполняете этот свой минимум. Как пишет Клир в своей книге, вы должны больше беспокоиться о своей нынешней траектории, о направлении, в котором вы станете двигаться, основываясь на том, что уже сделано, нежели о своих моментальных результатах. Другими словами, спросите себя, куда я двигаюсь? Учитывая характер ваших шагов, учитывая перешагивание своих рамок, где ты будешь в будущем? Что ж, если вам нравится, как выглядит будущее, то не волнуйтесь о том, какие результаты сейчас, потому что то, где вы сейчас, это тренировочная площадка. Это как в той серии Драгонбола, которую я видел в детстве, когда Гоку должен был бегать со 100-фунтовым черепашьим панцирем на спине. Он бежал медленно и едва мог прыгать. Но когда он сбрасывал панцирь, он мог прыгать на 100 футов вверх. В пятом классе я думал, что это правда, и что я тоже смогу прыгать на 100 футов, если надену черепаший панцирь на спину. Или буду тягать тяжести, но это фейк. Но смысл в этом есть, не так ли? А прежде чем продолжить, мы хотим рассказать вам про спонсора сегодняшнего видео. Пазл Инглиш. Мы часто слышим вопрос, как можно легко изучить английский язык. Так вот здесь на помощь может прийти Пазл Инглиш. Пазл Инглиш – это онлайн-сервис для самостоятельного изучения английского языка. Он подходит как для людей, которые решили начать изучение английского с нуля, так и для тех, кто хочет улучшить свои знания, расширить словарный запас и довести свой английский до нового уровня. На Пазл Инглиш вы можете пройти тест для определения своего уровня. Он проходит в игровой форме и при этом показывает точный показатель вашего уровня английского. Этот тест бесплатный для всех пользователей сервиса. Исходя из его результатов, вы можете выстроить свой план обучения. Вы можете самостоятельно распределять для себя время обучения. Вы можете позаниматься 10 минут в день, а можете целый час, если вам позволяет время. Или же разделить обучение так, как вам удобно в течение дня. С Пазл Инглиш вы можете заниматься как на сайте, так и в приложении. А специально для вас, ребята, Пазл Инглиш предоставляет промокод на скидку 50% на первый месяц премиум доступа. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, используйте промокод и повышайте свой уровень английского с Пазл Инглиш. А сейчас вернемся к теме нашего видео. Итак, давайте переходить к четвертому правилу из книги – получать чувство удовлетворения. Процесс выстраивания привычки усложняет один концепт, и человеческий мозг еще не перенастроился, чтобы его полностью принять. И это концепт отложенного вознаграждения. Это когда вы отказываетесь от существующей сиюминутной кратковременной награды ради того, чтобы получить награду, притом лучшую, в перспективе. И это часто проявляется в нашей современной жизни, потому что мы любим строить большие планы. Планы, которые прямо сейчас могут стоить большого количества сил, денег и времени, но которые при этом еще долгое-долгое время не окупятся. И я утверждаю, что сейчас это проявляется чаще, потому что в наши дни многие люди могут справедливо полагаться на жизнь за счет будущего. Так что мы ходим в школу, начинаем этот великий бизнес в гараже или копим на PS5. Но большую часть истории человечества мы были охотниками-собирателями, которые должны были полагаться лишь на то, что они имеют прямо сейчас. И учитывая то, насколько тяжело выловить PS5, следует вспомнить пословицу «Лучше одна PlayStation 5 в руках, чем две на предзаказе». Другими словами, если ты не знаешь, когда наступит твой следующий прием пищи, то ты расставишь приоритеты в пользу того, что имеешь сейчас, а не в пользу потенциальных вероятных наград. Неприятие потерь стало очень полезным механизмом для выживания в условиях всегда угрожающего голода. И мы не распрощались с этими механизмами полностью. На изменение в столь глубинной прошивке нашего мозга нужно много времени. Наша окружающая среда изменилась значительно быстрее. Кажется, прошло несколько тысяч лет, но для мозга это, в общем-то, очень быстро. И он просто не угнался за миром. Как пишет Клир в своей книге, из-за того, какая прошивка в нашем мозге, большинство людей будет тратить весь день на погоню за краткосрочными ударами удовольствия. И как вы можете видеть, этот механизм может быть не очень продуктивен при выстраивании долгосрочных привычек. Из-за того, что большинство привычек не приносит мгновенного удовлетворения и требует немного дисциплины, дабы привести вас к конечной цели. Поэтому, что нам надо, так это найти способ заполучить все три PS5. Нам нужно что-то, что дает мотивацию к поддержанию привычки долгое время, но также что-то, что дает моментальную награду. Другими словами, мы назначим какую-то краткосрочную награду и какую-то долгосрочную награду в качестве вознаграждения за одну и ту же привычку. Однако есть ужасные способы применения этой тактики. Например, вы бегуны, вы стараетесь выходить бегать каждый день. В таком случае, давать себе в качестве награда какую-то вредную, но вкусную еду – это не лучшая идея. Кому-то съеденные печеньки Орео тут же вернут калории, сожженные за 8 минут бега. Да, не каждого это будет волновать. Но это то, о чем стоит задуматься. Номер два – вы можете остаться с вредной привычкой, привитой себе наградами для поддержания хорошей привычки. И это попросту очень нехорошо. Так что найдите способ выдавать себе краткосрочные награды, которые полезны сами по себе. К примеру, если вы идете на пробежку, да, быть может, в качестве награды по возвращению, дайте себе послушать аудиокнигу или провести какое-то время за художественной литературой. Таким образом, вы посвящаете время чтению, но также вы и награждаете себя за выполненную пробежку. Другой потенциальной кратковременной наградой может стать простой и приятный выброс дофамина за счет отметки выполнения в чек-листе. Лично я люблю писать свой ежедневный план на белой доске, и так я могу отмечать клеточки по ходу того, как выполняю задание. И я уже кратко упоминал систему трекинга ранее, но еще одна сильная сторона фиксирования своего прогресса состоит в том, что у вас попросту налицо ваш рост, и вы можете получать удовлетворение от одного взгляда на него. В любом случае, найти такие краткосрочные награды или подойти творчески и придумать свои может быть очень полезно, особенно в начале, потому что, как я сказал в последнем ролике, кумулятивный эффект от путешествия по выстраиванию своих навыков просто еще не начал показывать свою силу. В начале ваши однопроцентные улучшения могут не играть большой роли. И вы можете разочароваться своими результатами. Так что, если вы сможете совместить этот процент с наградой, по крайней мере до тех пор, пока кумулятивный эффект не начнет себя показывать, вы сможете пройти через начальный трудный период. И также, просто приятно смотреть на долгий и бесперебойный успешный стрик, но если вы все же сбились, как я сказал в последнем видео, и я чувствую, что это нужно повторить еще раз, не гнобите себя за это. Избегайте того, что клир зовет второй ошибкой. Вторая просадка по графику из-за одной и той же причины трансформируется из исключения в аномалию, которая наметит траекторию к провалу. Если вы можете избежать второй ошибки, если вы можете не дать траектории уйти вниз, то ошибка была всего лишь ошибкой. Она остается в прошлом и особой боли причинять не может. Итак, пора подвести итоги и суммировать. Какую бы привычку вы ни старались выработать, помните об этих четырех правилах. Сделай дело простым, сделай ясным, сделай привлекательным и сделай его удовлетворяющим. Примените хотя бы одно из этих правил к любой привычке, над которой вы работаете, и я думаю, вам будет намного проще придерживаться ее в долгосрочной перспективе. И как всегда, спасибо за просмотр. Надеюсь, вы нашли что-то полезное и применимое для себя в этом видео. Еще раз, я очень рекомендую прочитать эту книгу «От корки до корки». Это одна из лучших книг по саморазвитию из всех, что я когда-либо читал. Так что рекомендую, переходите по ссылке в описании. И как всегда, если вам действительно понравилось это видео, кликнуть по кнопке лайка. Это прекрасный способ предложить алгоритму Ютуба показать ролик большему количеству пользователей. Спасибо, если вы сделали это. И если вы еще не нажали, то жмите на вот эту кнопку «Подписаться», потому что на следующий месяц у меня запланировано несколько великолепных видео, посвященных теме личных финансов. Многие люди задавали мне вопросы про инвестиции и кредитные карты, так что я готовлю видео по обоим темам. К этому у меня есть еще пару роликов в плейлисте, вот здесь. Все о привычках и самодисциплине. Можете глянуть их. Или можете оценить мой музыкальный канал, если интересуетесь игрой на гитаре. Я помещу ссылку здесь. А если не хотите ничего из этого делать, то занимайтесь чем хотите, потому что, как всегда, я не ваш папочка.